Варвара, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет корпоративное телевидение Coca-Cola? Если мы говорим уже о сегодняшнем корпоративном телевидении, то мы перешли от общестранового вещания к дроблению сетки. То есть у нас есть общестрановой контент и есть 6 региональных сеток вещания, где показываются региональные новости. То есть получается есть блок новостей на всю страну, который касается глобальной кампании и какие-то вещи, которые актуальны для этого? Все как у федеральных каналов. Есть вести Россия, есть вести Москва. Вот у нас примерно так же. При том, что иногда даже интерес к региональным новостям выше. Почему? Потому что люди видят там себя. Они видят там фотоотчеты о мероприятиях, в которых они приняли участие. Они видят там информацию о днях рождения своих коллег. Поэтому это такой контент, который им зачастую ближе, чем общий страновой. Мы собрались по три года. Во-первых, мы открываем новый музей «Мир рукокола» в России. Приносим пользу экологии и следуем нашей стратегии, помогать тому сообществу, в котором мы работаем и живем. Мы к вам пришли еще сегодня еще и потому, что вы одни из немногих, кто очень въедливо и сильно изучает эффективность своих инструментов. Я с удовольствием расскажу, потому что мне кажется, что нет смысла запускать какой-то инструмент или канал коммуникаций, не имея возможности в дальнейшем оценить его эффективность. Мы проводим это исследование каждый год. Это не онлайн-опрос, в котором принимают участие... Это не просто анкетка? Нет, это не просто анкетка. Это телефонный опрос серьезный, в котором принимают участие полторы тысячи сотрудников. И ошибка выборки составляет 0,02. Поэтому это очень репрезентативный опрос. Его проводит для нас внешний подрядчик, потому что мы, конечно, не можем своими силами это организовать. Но на выходе мы получаем очень качественную аналитику, очень качественные данные, которые позволяют нам двигаться дальше и понимать, во что мы инвестируем, где мы, может быть, не дотягиваем до пожеланий наших зрителей. А были какие-то неожиданные результаты? Вот вы думали, что это работает так, а на самом деле она работает по-другому? Ну, наверное, для нас вообще ключевой показатель сейчас, который мы измеряем, это обновление контента. У нас есть своего рода KPI. Это обновление сетки один раз в неделю. Потому что если контент крутится постоянно, то зритель просто устает от него, ему кажется, что ему все время показывают одно и то же. День сурка. Да, день сурка. И мы в прошлом году перешли от системы, когда мы обновляли сетку два раза, нет, один раз в две недели. И сейчас обновляем один раз в неделю. Но, к сожалению, пользователи этого не заметили. И для нас это было большое разочарование, потому что мы подумали, что мы что-то делаем не так. И ответ оказался очень простым. Дело в том, что если мы убираем какой-то ролик, ставим вместо него другой ролик, то зрители не замечают, что происходит. Что там внутри где-то какая-то элемент заменит. А если мы меняем сетку целиком, то тогда создается вот этот эффект нового. И мы видим, что появился новый контент, и зритель тоже это видит. Поэтому для нас это такой, наверное, серьезный урок, который мы для себя извлекли. Ну, это все просто. Мы спрашиваем сотрудников, какие каналы коммуникации они знают, какие каналы они используют из тех, что знают, и каким из них они доверяют. Я предлагаю посмотреть на график, который больше всего выделяется. Да, у нас есть соковое подразделение внутри бизнеса, которое называется Мултон. Ммм, какой сок! Всегда было интересно, кто работает над созданием вкусов соков. Все достаточно просто. Для начала мы должны понять, что же любят наши покупатели. Наши специалисты посещают даже самые отдаленные уголки земли, где произрастают необходимые нам фрукты. Теперь мы знаем, что вкусы соков создаются в научно-исследовательском центре Мултон. Мы объединились в 2011 году, и это было такое, наверное, болезненное объединение, потому что там работают не так много сотрудников, и они чувствовали, что информации о них недостаточно основному бизнесу. То есть они новенькие, пришли в большую семью? Да, и объединились под одним зонтиком. Если мы посмотрим, да, вот этот график. Левый столбик – это 2016 год, правый столбик – это 2017 год. И мы видим, что возросло как использование, так и доверие. Что это для нас означает? Что действительно мы на протяжении года ставили в сетку вещания соковый контент, информацию о соковых новинках, о каких-то новых вкусах, которые выходят, о новых упаковках, снимали корпоративные ролики, связанные именно с соковым бизнесом. И сотрудники это заметили. То есть получается, сначала они больше использовали, ну то есть меньше доверяли, но больше использовали. А теперь они больше используют и больше доверяют. То есть вы подтянули, вы смотрите, кто у вас проседает, какая аудитория, нам надо обратить внимание на них. Значит, мы их чем-то обделили вниманием. Ну то есть работает. Да, работает. Конечно, нам важно понимать, как оценивает аудитория качество контента, который мы показываем. Мы точно так же измеряем его с 2012 по текущий момент, у нас последние данные за 2017 год. Мы видим, конечно, мы измеряем 5 критериев. Это правдивость информации, это качество, видео, полнота информации, подбор новостей и периодичность обновления. Мы видим, что абсолютно все 5 параметров, конечно, за эти 5-6 лет вырос. Но что для нас здесь самое важное? Какой показатель имеет самое низкое значение? Вот мы видим, здесь максимальное количество баллов это 7. Мы видим, что наименьшее значение имеет... 6, 13, периодичность обновления. Периодичность обновления, значит, это то, над чем нам нужно работать. Хотя она увеличилась в 2 раза у вас почти чуть-чуть. Да, но сотрудники хотят, чтобы контент обновлялся еще более часто. Понятно. А самое большое у вас получается... Качество. То есть они говорят, что видеоконтент качественный... И правдивость. И правдивый. Но он недостаточно часто обновляется. Поэтому нам нужно в это инвестировать свое время. Круто, кстати, правда же. Что бы вы, Варвара, могли посоветовать коллегам, которые не знают, как подступиться к измерению эффективных и корпоративных телеканалов? А я знаю, что таких много. Ну, я бы предложила, наверное, начать с простого. Можно создать простой опросник электронный и разослать его по сотрудникам. И спросить их, как они оценивают корпоративное телевидение, насколько им удобно то, где оно расположено, насколько они обращают внимание на этот контент, какой контент им бы хотелось там видеть. Ну, то есть какой-то простейший опросник, буквально 10 вопросов было бы уже достаточно. Это бы показало, наверное, такую общую температуру по больнице. Но это неанонимно. У нас была история, когда проводились исследования неанонимно. И обращения руководства были всегда очень, по этому исследованию, очень важны и интересны. А потом было анонимное. И там другие были параметры. Нету вот... Ну, сейчас довольно много сервисов, которые позволяют проводить опросы анонимно. Мы, в общем, всегда стараемся это делать анонимно, потому что здесь нет цели понять, что конкретный сотрудник сказал. Нам важно понимать общее какое-то восприятие аудитории, контента. Поэтому я бы сделала, конечно, анонимный опросник. Субтитры создавал DimaTorzok